В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В гостях у будущего работодателя наш город посетила делегация студентов из Йошкар-Аллы. Подростки о подростках. На канале 16 стартует новый сезон программы «Наше время». В память об Александре Майорове Саровчан приглашает на юбилейный турнир органов безопасности ПФО по рукопашному бою. Четыре раза в год в рамках проекта «В гостях у будущего работодателя» в наш город приезжают студенты ведущих вузов страны, входящих в систему Национального исследовательского ядерного университета. Главная цель – узнать больше о правилах трудоустройства в ядерный центр и своими глазами увидеть социальные и бытовые условия проживания в одном из самых закрытых городов страны. О том, что это за проект и студенты какого вуза посетили нас в этот раз, расскажем далее. Проект «В гостях у будущего работодателя» реализуется в нашем городе не первый год. Регулярно в Саров приезжают студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновского, Нижнего Новгорода и других городов России. В этот раз к нам приехала делегация из Поволжского государственного технологического университета. Безусловно, цель нашего проекта – это последующее трудоустройство лучших студентов в ядерный центр. Константин Черепанов – студент четвертого курса бакалавриата по ГТУ. В этом году молодой человек заканчивает учебу в университете и на дипломную практику планирует попасть к нам в город, а после остаться здесь работать. В качестве специальности Константин выбрал машиностроение. У меня вообще-то был довольно большой выбор профессий, которых я хотел себе попробовать. Решил остановиться на машиностроении, потому что показалось более интересным. Визит длился три дня. За это время ребята успели познакомиться с городом. Также для них была организована культурная программа и встреча с ведущими специалистами и молодыми учеными ядерного центра, которые рассказали о своей работе и провели собеседование с будущими потенциальными сотрудниками. Самое главное для специалиста, ну и для роста, ну и вообще для продуктивной работы – это чтобы огонь горел в глазах. Чтобы человек работал с энтузиазмом, чтобы ему нравилась его работа. Общение студентов с сотрудниками ядерного центра длилось несколько часов. За это время ребята получили ответы на все интересующие их вопросы и узнали обо всех тонкостях работы РФИАЦ в НЕФ и жизни в закрытом городе. 11 ноября в нашем городе пройдет географический диктант. По традиции, площадкой для его проведения вновь станет школа номер пять. Проверить свои знания приглашают каждого желающего. Эта масштабная образовательная акция, инициатором которой стал Владимир Путин, пройдет уже в четвертый раз. Принять участие смогут все желающие – школьники, студенты, сотрудники различных муниципальных и коммерческих предприятий, независимо от возраста и образования. Причем ответить на вопросы диктанта можно будет в любой точке земного шара. В этом году впервые составлено четыре варианта заданий по географическому диктанту. Два варианта для России, один вариант для зарубежья и один вариант онлайн. В нашем городе по традиции очно диктант проходит в школе номер пять. Каждый год проверить свои умения работы с картой и знания географических понятий приходит более ста соровчан. Люди принимают участие в географическом диктанте для того, чтобы проверить свои знания. А некоторым просто интересно посмотреть, на что они способны. Впервые диктант будет состоять из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов. Как уверяют организаторы, интеллектуальное соревнование будет больше похоже на викторину, а не на экзаменационный тест, как в прошлые годы. Вопросы станут проще, и рассчитаны они на сообразительность и умение логически мыслить. Для того, чтобы принять участие в этом мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте школы номер пять, либо прийти 11 ноября в школу номер пять, 12.00. Тестирование проходит анонимно. Узнать свой результат можно будет по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. Воспитанники школы информатики «Вектор Плюс Плюс» приняли участие в проектном конкурсе научно-технических работ, который прошел в Иннополисе в Республике Татарстан. Их проект стал лучшим в секции математика и информатика, и его удостоили главного приза конкурса. Ребят включили в сборную России, и в мае 2019 года они будут представлять нашу страну на самом крупном международном конкурсе Intel iSafe в США. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан предупредили о возможном замутнении холодной воды. Как сообщили в Горводоканале, до 20 ноября специалисты предприятия будут проверять пожарные гидранты. В связи с этим вода из-под крана в квартирах Саровчан может на короткий срок приобретать мутный оттенок. Саровчане могут попробовать себя в роли волонтеров. Центр «Радость моя» объявил набор и готов принять свои ряды новых добровольцев. Сейчас волонтеры готовятся к рождественским праздникам и будут рады любой помощи. Никаких требований и предварительных условий нет, достаточно желания помогать людям. Связаться с руководителями центра «Радость моя» можно через официальную страничку организации ВКонтакте. Начинающие тележурналисты запускают на канале 16 новый сезон программы «Наше время». Свежий взгляд на яркие события в городе, обзор интересных мест, где можно хорошо использовать и провести время. Участники проекта знакомятся с телевизионной кухней, учатся писать тексты сюжетов и работают в кадре. Подробности далее. Десятиклассница Вика Сухорукова в этой жизни успевает все. Она президент городского союза старшеклассников «Статус», участница хореографического коллектива «Задоринки» и группы поддержки «ХК Саров». В новом сезоне Вика стала частью команды начинающих тележурналистов и приняла участие в создании первого выпуска нового сезона программы «Наше время». Об этом проекте я узнала от своих друзей. Они участвовали в нем в прошлом году и им очень сильно понравилось. Они рассказывали мне с интересом о том, как они снимались, как они брали интервью, как вообще все это происходило. И я настолько этим заинтересовалась, что решила тоже попробовать. Даша Копкина тоже уверенно чувствует себя в кадре. Ее не пугает яркий студийный свет. Она знает, как работать на камеру и читать текст суфлера. Даша – участница проекта школы «Росатом», «Атом-ТВ», в рамках которого начинающие журналисты участвуют в создании сюжетов об интересных событиях в городах присутствия госкорпорации. Стать частью команды создателей программы «Наше время» для нее – отличная возможность поднабраться опыта в любимом деле. А как еще пробовать себя в маленьком городе, если ты хочешь стать журналистом, и кто-то не хочет исти блог, кто-то хочет именно по телевизору себя показывать. Ну, значит, нужны такие проекты. В новом сезоне программа «Наше время» будет выходить в эфир канала «16» по воскресеньям в 8 часов вечера. Первый выпуск смотрите уже 11 ноября. Среди многочисленных праздников, которые отмечаются в нашей стране, День матери занимает особое место. Первыми поздравить маму бабушек с праздничным концертом в Центре социального обслуживания пришли воспитанники детского сада номер 19. Людмила Владимировна всегда с трепетом ждет выступление малышей из детского сада. У нее 11 внуков, и как бабушка она чувствует волнение маленьких артистов. У них у каждого своя, конечно, программа, свои песни, свои настрои. И красиво, приятно так на душу ложится их исполнение. Детские представления всегда отличаются разнообразием концертных номеров. Мальчишки и девчонки выразительно читают стихи, разыгрывают сценки и задорно танцуют. А песни хоть и отличаются от тех, что пели в свое время бабушки, но напоминают зрителям их далекое детство. И есть релические, и есть про любовь, есть про природу, про весну. И больше патриотические. Недавно выступали детки, патриотические песни пели очень хорошо. В этот раз концерт был приурочен ко Дню матери и празднику осени. Дети представили зрителям музыкальную постановку про осенний лес и его сказочных обитателей. Небольшие концерты детсадовцев в Центре социального обслуживания стали уже доброй традицией. Воспитатели вместе со своими подопечными приходят к бабушкам и дедушкам накануне больших праздников и показывают новые творческие номера. Считаем, что общение именно такое детей со старшим поколением положительно влияет на их воспитание, развитие. Каждое выступление зрители поддерживали громкими аплодисментами. Ноги сами пошли в пляс, когда бабушек позвали водить хоровод и поиграть в увлекательную игру. Саровчан приглашают на юбилейный 15-й чемпионат органов безопасности ПФО по рукопашному бою памяти капитана Александра Майорова, жителя нашего города, героически погибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. В этом году в турнире примут участие 8 команд из Нижнего Новгорода, Пензы, Викс и Кстова. Саров представит бойцы городской федерации рукопашного боя и клуба «Панкратион». Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Юниор», но следить за ходом состязаний можно будет даже не выходя из дома. 10 ноября канал 16 в прямом эфире покажет финальные бои чемпионата Приворского федерального округа по рукопашному бою памяти Александра Майорова. Сейчас здесь идет подготовка к этому мероприятию, готовится оборудование необходимое. Каждый житель нашего города может не только прийти сюда поболеть за бойцов саровских или приезжих, но и посмотреть это в прямом эфире не только на телеканале 16, но и в интернете посредством специального приложения Винтерра ТВ. Начало трансляции в 14.30. Не пропустите. К другим новостям. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство как лекарство используют уже много веков, и при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры «Досуговнеев» начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры «Досуговнеев». С 9 по 11 ноября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие, как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовой феерии» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга в Нев. С 9 по 11 ноября с 10 утра до 7 вечера. Качество молочной продукции – это всегда важный вопрос для потребителя. С одной стороны, мы покупаем молоко, масло, сметану, потому что заботимся о своем здоровье. А с другой – постоянно слышим информацию о заполнивших рынок фальсификатах. Что делать в этой ситуации? Доверять собственному опыту и результатам независимых исследований. Масштабное исследование рынка молочной продукции провело Роскачество совместно с Роспотребнадзором и Ростелькоснадзором. Крестьянское масло этого производителя не просто соответствует требованиям, а признано товаром повышенного качества, так как его показатели превышают требования ГОСТ. Продукт абсолютно безопасен, не содержан консервантов и красителей, и вообще в ходе исследования не было ни одной позиции, где образцу не была бы поставлена наивысшая оценка. Также в этом году продукция завода вошла в список 100 лучших товаров Нижегородской области и вышла на федеральный этап престижного рейтинга. Предприятие выпускает молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию. За качеством сырья следят на всех производственных этапах, начиная с приемки сырья. Молоко поступает нам наше, то есть с нашей Нижегородской области. Совхозы все наши проверены, работаем мы с ними очень давно. Молоко только высшего сорта. Проверяем молоко полностью по всем физико-химическим и микробиологическим показателям. Следующий этап – производство. Весь процесс переработки молока на нашем производстве полностью закрыт и автоматизирован, что исключает контакт человека с перерабатываемой продукцией. Недавно был приобретен автомат финского производства, финпак по расплотовке молока в пакеты. Вся кисломолочная продукция заквашивается производственной закваской по старинному рецепту. Импортную линию для рассыпчатого творога приобрели, ориентируясь на лучших мировых производителей молочной продукции. С этим творогом мы участвовали в конкурсе «100 лучших товаров России», заняли призовое место. Вкусный, качественный и полезный творог не только реализуется в торговых сетях, но и поставляется в детские сады, больницы и школы. В нем нет консервантов и стабилизаторов, так же, как и в другой продукции предприятия. Нашу сметану мы вырабатываем согласно ГОСТу, используя натуральные сливки, производственную закваску, ретеруарную способу. Не используя никаких загустителей, стабилизаторов. Благодаря правильно подобранной температуре пастеризации, давлению гоногенизации мы добились желаемой консистенции, густоты и глянца. Итак, качественное сырье плюс современное производство, плюс натуральные ингредиенты. Вот формула молочной продукции, которая получает высокую оценку и экспертов, и потребителей. Молочный завод «Приволжский город» Кстова, улица Береговая. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!